Ребят, всем привет! На связи Семен. Смотрите, сегодня очередное полезное видео. Сегодня я буду разговаривать про дропшиппинг на Амазоне. Я расскажу, как происходит сама модель продажи, какие есть нюансы, вообще жив ли до сих пор дропшиппинг. Я сам занимался дропшиппингом два года назад. Как можно быстренько потерять аккаунт, если вы не знаете всех нюансов. Поэтому видео будет по-любому полезно. Ставьте лайк и подписывайтесь. Итак, поехали. Что же такое дропшиппинг? То есть дропшиппинг это когда вы не имеете товара у себя на руках в наличии, а идете покупать товар только тогда, когда вам прилетел заказ на Амазоне. То есть как это делается? Вы выставляете товар как FBM, не как FBA, а как именно FBM, что вы отправляете сами. И после того, когда у вас купил покупатель, вы идете и покупаете у поставщика этот товар и отправляете на адрес покупателя. То есть здесь вы продали товар долларов за 25, у поставщика купили доллара за 18. То есть у вас Амазон забрал 15% с 25, это примерно выйдет доллара 4,5 наверное. А вы у поставщика купили, ну не за 18, долларов наверное за 16, чтобы у вас осталось там долларов 5, либо 4 своего профита, сколько вы заработаете. Но вы товар не трогаете, вы товар, как бы вы не заморачиваете вообще насчет товара. Единственный какой минус, что вам надо будет следить за товаром. То есть когда у вас купили товар, вы заходите на поставщика, у меня такое было, вы заходите на поставщика, а у него товар уже нет в наличии. Хотя у меня была и программа, которая отслеживала сток в наличии. Но как-то программа дала сбой, и я тогда понял, мне пару раз даже метрика на моем аккаунте испортилась из-за этого. На самом деле дропшиппинг до сих пор жив. Ну то есть да, кто-то скажет, что жив не жив. Нет, он до сих пор жив, потому что на этих вилках, именно на этих товарах торгуем мы сами. То есть я когда дропшиппил, я понял одну вещь, что лучше не заморачиваться на нескольких товаров, лучше найти какие-то два, которые хорошо продаются. И я потом эти товары нашел в Китае и завез на эти листинги. То есть у меня было больше профита, у меня было больше маржинальности, и я еще мог дропшипперов подрезать по цене. Вообще, кто не знал, дропшиппинг как таковой на Амазоне запрещен. То есть в правилах Амазона написано, что товар у вас должен быть в наличии. То есть у вас где-то на складе лежит ваш товар, и после того, когда у вас пришел заказ, вы пошли и отправили ваш товар. Но люди хитрят так, что у них нет товара в наличии, а потом ищут у поставщиков и таким образом перепродают товар. Итак, а теперь самое интересное, как же быстренько можно потерять свой аккаунт? Ну, во-первых, смотрите, вы когда делаете отправку, вы не знаете, что за товар там у поставщика находится. То есть по факту вы можете купить одно, а покупателю придет другое, он на вас пожалуется, он сделает возврат. Вы потеряете по деньгам, у вас упадет метрика в аккаунте. Это раз. Второе, может пожаловаться правообладатель. То есть вы стали дропшиппить, у вас нет разрешения на перепродажу этой торговой марки. Правообладатель пошел, подал на жалобу. Третье, что может быть. Третье, что может быть, у вас запросят инвойсы. То есть у вас запросят инвойсы на товар, накладные, где вы купили, когда купили. Вы начнете их рисовать. В итоге документы эти не подойдут, вас еще и заблокируют за подделку документов. В общем, что я хочу сказать, что если вы не разбираетесь до конца в тонкостях во всех амазоновских вот этих нюансах по торговой марке, по отправке товара, то есть вы можете в самом начале пути очень быстро потерять свой аккаунт. То есть я не говорю, что дропшиппить нельзя. Да, можно. Если вы все понимаете, как это правильно делать, да без проблем, конечно. Я знаю до сих пор ребят, у которых по дропшиппингу более 100 тысяч оборотов. Но там работает большая команда, там есть юристы отдельно, чтобы там не было никаких проблем. Также смотрите, когда я сам дропшиппил, у меня было такое, что 3-4 месяца я прям вышел на хорошие обороты, я уже радовался, думал, ну все, дело там в шляпе. Но потом какой-то месяц меня стали начать гасить конкуренты, мне пришли интеллектуалки, и пришло много возвратов. Я начал все-все-все считать, я посчитал, что месяц у меня вышел минус. Я еще продолжал дропшиппить, но тогда уже искал другую модель для продаж. И как раз-таки я ее нашел, а это онлайн-арбитраж из Китая. У меня как раз-таки есть обучающие материалы по этому арбитражу из Китая. Он как раз-таки подходит для новичков. Почему он подходит? Потому что он идеален для старта. То есть с небольшими финансами можно уже попробовать начать, можно уже создать аккаунт. Я отдаю контакты по покупке аккаунта, по регистрации аккаунта. Если что, сам подскажу, как правильно зарегистрировать. Поэтому есть большой опыт. Кому интересно, смотрите, вот здесь сейчас оставлю телеграм. Вы можете мне написать, у меня есть первый бесплатный урок. Дам доступ, посмотрите, что да как. Если понравится, начнем. Ладно, думаю, видео было вот такое полезное, рассказал про дропшиппинг. Рассказал, как у меня он происходил. Рассказал вообще, как он происходит. Ладно, свои вопросы также можете еще задать в комментарии под видео. Ладно, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok